А что здесь происходит-то? Вы что, загадили здесь водоем-то? Это не ко мне. А к кому же? Откуда я воню? Эти видеокадры из местечка Поляны в Солодче разлетелись по соцсетям, как горячие пирожки в обед. На них откровенный и в какой-то мере даже циничный слив нечистот в канализационные колодцы. Причем свои действия водители комментируют, ничуть не смущаясь. Что вы тут будете делать сейчас? Вам какая разница? Ну что вы здесь будете делать-то? Скажите мне, если вы работаете. Мы сливаем. Ну сливать, что сливаете? Канализацию. Что мы сливаем? А разве можно тут сливать канализацию? Почему нельзя? Оказалось, что нельзя. Рязанский межрайонный природоохранный прокурор Алексей Секин проверку возглавил лично. Нарушители установили достаточно быстро. Первый эпизод – очистные сооружения в Полянах, якобы заброшенные и забытые. Нами было установлено место, и это поля фильтрации сел Поляны. То есть это элементы бывших очистных сооружений села Поляны. И вот по видеоряду можно будет инвестицировать именно то место, где была задержана машина. Это, как я сказал, уже бывшие очистные сооружения села Поляны, поля фильтрации. Они предназначены для того, чтобы… Есть документ, который предоставляет право в целях размещения полей фильтрации. Это так называемые поля аэрации еще их называют. То есть они предназначены именно для очистки источных вод. Как элемент, один из элементов очистных сооружений. Гидрологической связи с водным объектом на момент осмотра мы не установили. Итак, гидрологической связи нет. Что это значит? Что выброс в реку Старица эти машины не производили. То есть система канализации в этом районе замкнута на себя. Другое дело, что сам сброс был незаконен. По этому поводу Горводоканал уже проводит свое расследование. Инциденты с несанкционированным сливом в люке уже стали предметом разбирательства. Самая главная для нас цель была установить факт сброса или отсутствия сброса в водные объекты. Поэтому мы посмотрели и установили, что в автомашины сбрасывали жидкие бытовые отходы в систему водоотведения водоканала. Машины все установлены, номера их установлены, владельцы также установлены. В настоящее время будет дана оценка тем действиям владельцев автомашин и собственников машин по сливу жидких бытовых отходов в те места, которые я уже обозначил. По словам Алексея Сикина, рассматривать инциденты со сливом в реку Старица нужно комплексно, в реале всей Солочи. Именно поэтому природоохранная прокуратура дополнительно проверила сигналы из местечка Сосновый бор. Потому что в некоторых средствах массовой информации были опубликованы трубы, которые подходили к водному объекту и демонстрировалось и комментировалось о том, что эта труба является местным сбросом. Это не так. Это является элементом водоснабжения Соснового бора, элементом пожарного водоснабжения. То есть вода должна подаваться через эту трубу и уже дальше в случае каких-то нештатных ситуаций должна распределяться по помещениям данного Соснового бора. Эта система еще не введена в эксплуатацию, то есть она не функционирует. И физически сбросить через данную систему отходы в водный объект невозможно. Пока что официально называть имена и названия уже установленных нарушителей, несмотря на торопливость некоторых СМИ, в природоохранной прокуратуре не спешат. До определения так называемых мер реагирования или попросту пока не посчитают сумму ущерба. А затем уже будет и наказание, судя по настрою, вполне серьезное. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Продолжение следует...